Приветствую вас, вынужден немного не согласиться с коллегой, то что он сказал, это безусловно имеет место быть, но далеко не всегда, и чувство вины, если оно в разумных пределах, если оно, так сказать, на том уровне, чтобы мотивировать, стимулировать человека на какие-то поступки, на какие-то действия, то оно даже полезно, и оно должно быть. То есть чувство вины в данном случае, это одно из проявлений ответственности перед другим человеком, если субъект этого чувства вины находится в этом человеком отношениях, если человек сам эту ответственность чувствует. И вот здесь мы подходим к одной принципиальной вещи. Чувство вины есть, оно есть всегда у любого человека, если человек дорожит тем, перед кем у него может быть чувство вины. Если у человека нет чувства вины, даже если вы сказали ему, что его действия оскорбили, причинили боль другому человеку, то это значит, что этот человек просто не дорожит тем, кому он причинил боль. Он его не волнует, он его не беспокоит, и он никак его не трогает, не задевает, не выводит ни на какие эмоции. Вот в принципе и все, что нужно понять из такого вот выражения, из такого вот проявления человеческого отношения. То есть чувство вины возникает тогда, когда человек хочет и дорожит, то есть хочет и делает какие-то вещи для того, чтобы сохранить, чтобы улучшить, чтобы поддерживать отношения с другим человеком. Очевидно, что ваш, вот тот, о ком вы говорите, ничего такого не делает, и отсюда, как следствие, выдвигает отсутствие у него какой-либо вины. Ну а серьезно, откуда вине взяться, если он не дрожит, если нет ответственности, если ничего не значит для этого человека, тот, кому он причинил боль, откуда взяться сейчас у вины? Конечно нет. И, как следствие, такая вот реакция. И поэтому, если говорить о том, нормально ли, что у человека нет чувства вины, то в данном случае, да, нормально, потому что человек не дрожит ни кем из тех, кого вы привели здесь. Потому что у человека нет личной заинтересованности в том, чтобы как-то стараться что-то делать для того, кому он причинил боль. Потому что человек самодостаточный, по крайней мере, по отношению к тому, кому он Бог сделал. А если и чтобы чувство вины возникло в другом случае, то есть чтобы человек при отсутствии каких-то отношений, при отсутствии какой-либо личной заинтересованности все равно чувствовал вину перед тем, кому он причинил боль. Для этого нужны определенные черты характерства, определенные качества, которых вполне вероятно у того, кого вы описываете, нет. Кроме того, очень важна субъективная сторона данного процесса. То есть вы говорите, человек причинил боль, а оскорбил там другого. Ладно. Но почему он это сделал? Как он это сделал? Сделал ли он это случайно или нет? Ведь если он сделал это случайно, то да, чувство вины, конечно, будет. Потому что человек не хотел сделать, не хотел причинить боль другому, но причинил. Случайно. По незнанию. По ошибке он это сделал. В этом случае, конечно же, вина будет. Но если человек специально причинил боль другому, то в этом случае ни о каком чувстве вины речи не идет. Потому что если человек специально причинил боль другому, но что он стремился к этому, он изначально этого хотел, и таково было его желание. Вряд ли можно говорить здесь о каком-то чувстве вины ему взяться просто неоткуда. К сожалению. Почему к сожалению? Потому что, ну, довольно-таки жалкие чувства вызывают люди, которые стремятся причинить боль другому человеку. Это, знаете ли, люди, которые, ну, всегда, или как минимум почти всегда, страдают определенным дефицитом. Они не счастливы, что подчиняют боль другому человеку. Они страдают своими собственными конфликтами, своими собственными противоречиями. И, собственно говоря, это проекцируется на других людей. Что здесь можно сказать? Так это, пожалуйста, только то, что таких людей нужно посолить. А всерьез таких людей желаться не воспринимать. И оставить их жить так, как они хотят. Все равно, рано или поздно, это перестанет устраивать их. Все равно, рано или поздно, появится ощущение, что вот что-то все-таки не так, чего-то не додали, что-то где-то, знаете, пошло неверно, и человек придет к психоаналитику. Обязательно придет. Пожалуй, это все, что можно здесь сказать. Потому что, в общем и целом, можно констатировать, что факт отсутствия вины у человека в данном случае вполне нормальный. Вот именно в данном случае он нормальный. Но нормальный не потому, что нормально не чувствовать вины, когда сделал что-то плохое другому. А нормально потому, что у человека нет предпосылок для этого чувства. У него нет предпосылок для того, чтобы ощущать вину. Потому что вина каждым человеком ощущается в отдельном, индивидуальном случае. И человек, о котором пишете вы, чувство вины не испытывает в тех случаях, которые также описываете вы. И значит, что это для него это норма. Да, у него такое воспитание, да, у него отсутствуют какие-то, может быть, моральные нормы. Да, у него, может быть, есть свои внутренние конфликты. Но для него в данный момент чувство вины испытывает нормально. Тому, кому он причинил боль, можно только пожелеть этого человека. И понять, что боль, его боль, то есть боль того, кому причинили ее, это проблема самого человека. Потому что боль причинили ему, его задели, его как-то оскорбили. А человек, уверенный в себе, человек самодостаточный, гармоничный, полный, цельный, никогда не оскорбится, если его пытаются задеть. Оскорбится только, если задели что-то, с чем он в глубине души согласен. Но это уже, знаете, как бы, по всему счету морали. То есть это вопрос морали. Если вы, понимаете, люди могут с этим не соглашаться. То есть они могут говорить, как так, тот, кто оскорбил, виноват, тот, кто оскорбился, прав, нельзя позволять с собой так обращаться и так далее. Они правы. Лишь в том, что нельзя позволять с собой обращаться. Но вести себя можно по-разному. Если человек оскорбился, если человек показал, что ему больно, если человек действительно испытал боль, значит что-то в нем задели. И с этим что-то нужно работать. А как он будет вести себя с кем, кто это сделал, вопрос совершенно другой. Если оскорбит его в ответ, он ничем не отличается от того, кто оскорбил изначально. Если человек улыбнется и выступит достойно, тогда да. Другое дело, что не каждый это может. Другое дело, что не каждый этого хочет. Другое дело, что не каждый понимает, что это есть проявление силы. Это уже вопрос, опять же, в воспитании. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok